В редакцию нашего телеканала поступают жалобы от жителей северной стороны Люберец на состояние тротуаров и пешеходных дорожек. Совместно с общественниками и инспекторами Гусадом Технадзора мы проверили один из наиболее оживленных участков на улице Попова. Все подробности прямо сейчас. Несколько лет мы просим, добиваемся, чтобы эта территория убиралась, потому что там дорога на почту, к магазинам, детскую поликлинику, детские сады. Проблемный участок, о котором говорит Татьяна Кузнецова – улица Войнов-Интернационалистов, дом 10. После многочисленных обращений жителей в различные станции здесь наконец-то появилась снегоуборочная техника. Но буквально через дорогу на улице Попова картина совершенно другая. На пути у пешеходов сплошные испытания. Огромные лужи здесь чередуются с наледью и снежными горками. Вот как здесь палочка или коляска? Как здесь пройти? Подвергаешься опасности? Вот девушка с колясок. А у нас таких очень много. По прогнозам синоптиков, в конце недели снова ожидаются сильные морозы и очередные снегопады. Больше всего жители этого района опасаются последствий таких сюрпризов погоды. А послезавтра будет минус 20. И представляете, что тут будет? И так постоянно. Магазины, вот эти вот хотя бы Попова, дом 34-1, эти вечно не очищают перед свою территорию. Это они вчера приехали, может быть, знали вы. Вот здесь вот очистили. Кошмар какой-то. Я сама раза два навернулась там. И вообще безобразие какое-то. Ну а тут вы сами видите вот так. Вот сейчас вот через это лучше пенсионеры как лягушки прыгают. Состояние кровель торговых объектов, расположенных на этой улице, также вызывает опасения у жителей. Сосульки представляют собой прямую угрозу жизни и здоровью людей. О столь проблемном участке Люберит знают инспекторы Госадомтехнадзора. Уже направлен запрос в администрацию муниципального образования, а именно в торговые отделы, которые будут предоставить нам сведения о собственнике данной строения и сооружения. Потому что непосредственно арендатор или вывез, который мы видим, он может не являться ответственным лицом по содержанию прилегающей территории. Стоит отметить, что кроме уборки снега, собственник торгового объекта обязан позаботиться и о его вывозе. За ненадлежащее содержание территории юридическим лицам грозит денежный штраф от 15 до 70 тысяч рублей. Луиза Игазарян, Александр Богданов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.